здравствуйте друзья меня зовут елена моторина и сегодня мы с вами разберем одну улочку в москве на китай городе в перспективе нарисуем и построим все детали и немножко добавим цвета так приступим я выбрал очень красивый дом можете посмотреть референс прикрепленные данному уроку здесь очень интересная перспектива в две точки схода и немножко наклон улицы вы видите да то есть вот это вот улица у нас поднимается вверх а здесь у нас наоборот небольшое понижение и так мы должны сначала определиться с центром композиции центром композиции у нас будет вот эта вот входная группа которую мы нарисуем фронтально вот все остальное у нас пойдет в перспективу и здесь немножко она уйдет еще в другие точечки сходом и так чего я начинаю свою работу с определения на листе как у меня это будет располагаться я положу здесь планшет чтобы не было лучше видно и так если мы разделим наш лист на три части наша домик вот этот будет находиться в середине то есть вот примерно легко карандашом мы наносим линии не страшно если рок неровно где-то там здесь будет посерединке он то есть вот в центре на три части мы делим лист в этой части у нас будет вся наша композиция вся вот эта перспектива располагаться и так я намечаю карандашом хотя я обычно делаю всегда сразу линером но для точности находим лучше начинать с более мелких пропорций чтобы все потом уместилась не делать очень здоровый такой дом то есть вот это вот честно задаст весь масштаб композиции вот это вот фронтальная часть дома и входная группа полукругом такой вот интересный домик дальше определяем точки схода как мы определяем точки схода и находим линию горизонт а у нас есть вот тут вот люди которые идут мы можем продлить линию с этой стороны и где они пересекутся то есть вот если вот через голову провести от прямую линию это будет линия горизонта и из вот этой точке мы проводим линию соединяя и там где они пересекутся там и будет наша точка схода ну я делаю это уже на глаз а то есть вот у меня люди идут где-то чуть чуть ниже двери то есть они должны попасть в дверь где-то здесь вот будет у меня линия горизонта вот и из этой точке который мы уже нарисовали я провожу вот такую плавную линию и где-то там они пересекутся то есть она такая более плавная дальше из-за этой точке я тоже немножко туда вот ее чтобы показать что она идет наверх провожу дальше нам нужно понять сколько ширина вот этой части фасада мы можем это поверить очень легко по фотографии то есть вы можете карандашом отмерить карандашом отмеряем вот это расстояние и дальше от угла откладываем сколько раз она помещается тут точно также чуть чуть больше то есть вот это расстояние у нас должно быть если вы отложите его так раз отложится вот здесь но я немножко чуть побольше сделано буквально или метрики то есть вот мы нашли наши пропорции одного угла дома посадили дальше следующей стороны так как у нас немножко ну дом не очень ровно расположен до из-за перепадов мы смотрим куда уходит здесь наша точечка схода она будет немножко ниже вот здесь не сильно будет играть роли вот она где-то придется в конец вот листа можете и вот так наметить и вот это расстояние мы дальше мере смотрим сколько она будет пусть половина половина вот этой части половина вот этого фасада который у нас фронтально сложен нарисовали дальше смотрим проводим прямую также ли не дальше смотрим у нас еще есть вот это вот часть колоннами мы ее мире можно сразу замерить всего всю часть она у нас будет такого же точное расстояние как вот мы сделали ширину нашего я сделаю вот так примерно чуть меньше так дальше у нас чуть чуть ниже нашего вот этого дома где-то посередине будут дальше уходить еще домики мы просто намечаем что они у нас есть и конечно здесь будет еще церковь ушечка но у церкви церковь стоит под своим углом и там другая перспектива нежели вот у этой части дома то есть тут если вы присмотритесь более такая вот она уходит куда-то совсем далеко за край листа и в эту сторону примерно также это у нас будет самое высокое место в композиции то есть вот наша церковь к она будет располагаться вот выше всего дальше по высоте у нас идет крыша от вот этого фасада то есть мы можем продлить вот эти линии где мы нашли вот так делаем делим вот как бы вот этот чтобы найти серединку мы можем разделить пополам то есть крест-накрест делаем находим эту серединку поднимаем ее и вот из нее уже спокойно можем видеть нашу крышу смотрим по работе проходим то есть вот в принципе в карандаше мы задали самые важные такие места так вот здесь можно еще в перспективы увести вот вот эти вот наш пешеходный переход также то есть вот для вот этой части мы вводим туда такие проводим сначала две линии 1 2 и в другую точку схода в этой части тоже таки 1 2 части и две линии вот и потом делим на равной части так вот то есть от уменьшения и здесь вот чуть-чуть пошлить дело и также вот эти точки мы вводим вот в эту точку схода или рисуем их уже линером так что у нас еще тут очень важно разобраться вот с этой крышей давайте разберем ее то есть если мы проведем поделим сначала вот этот дом пополам мы увидим что крыша приходится вверх крыши где-то на вот это окно смотрим так делим сначала пополам больше я беру так здесь у нас будет это окно начинаться будем сюда наверно так вот поле полого пойдет интересная крыша и здесь не забываем на все будет чердак чердак у нас располагается практически под вторым окном что мы можем задать количество окон смотрите если мы мы поделили наш домик пополам то есть у нас должно поместиться в первой половинке 4 окошко и во вторую тоже 4 есть не уместится ничего страшно просто оставить окошки мы также уводим в перспективу смотрите увели в нашу точку схода вот в этом и дальше делим на четыре части раз я просто пускаю линии прямые вертикальные видите да то есть что задала одно окошко из вот с нижней точке я также здесь вот можем нарисовать прямую и от нее уже ввести в перспективу раз это но они окошечке встанут все на эту линию раз окно два окна уменьшаем и дальше 4 5 у меня вместилось 7 хочу двигать так теперь а нижние окна мы отступаем от вот этой нижней точке немножко у нас будет тут вот вот тут такой потому что вот и вот эти вот линии окон которым уже нарисовали мы просто их опускаем на вот эту линию высота окна будет примерно как дверь вот опускаем раз-два такими линиями легкими опустили построили так теперь нам надо разобраться вот с этой частью окно посередине тут небольшой такой балкончик всего потом нарисуем так вот над этим окошком у нас будет там знаю может какое-то помещение там чердачная может там кто-то живет даже разместили смотрим потом еще трубы ну я немножко смещу чтобы это при мне не смотрелось так посередине вот так же уведу в перспективу эти линии вот и не забудем про вот и с этой стороны окошки они также вот если мы вот эту линию от этого окна доведем да вот поставим точку то есть эти окна будут располагаться точно так же в этой части вот эту окошечку нарисуем и также опускаем вниз нарисовали так с этим домиком в принципе все я уже посадила что мне нужно на нем то есть у меня есть кошечки все вот вы должны работать примерно так же карандашом если вы работаете предварительный рисунок не прорисовывая все детали потому что вы дальнейшем линером уже по этой работе сможете обвести и сделать какие-то дополнительные вещи то есть там какие-то детальки так следующее смотрим вот эта часть у нас красивая очень немножко выступает вот этот фасад примерно примерно вот отсюда развернут будет то есть вот 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 эту паночку и от нее уже дальше пойдет вот этот скачок в перспективу то есть вот эта вот часть у нас как бы фронтальная получается я немножко повыше сделаю видео вот эту линию так я сотру чтобы у вас нет не сбивать так провели вот и теперь а также вожу спить и рисуем колонны колонна у нас а вот я рисую вверх то есть такой полоскругленный колонна у нас будет до сюда где-то доходить 1 следующая 4 и 6 6 так здесь у нас как и планировалось немножко крыше будет и продлеваем ее ровненько вот так то есть вот мы посадили наш фасад следующий фасад у нас уже и если присмотреться на фотографии может плохо видно но где-то вот так от середины опять идет фронтальная часть вот у домика вот это вот все дальше будет уходить также в перспективу отстреления где-то тут закончится мне сейчас захотелось уже поднять повыше немножко нашу вот эту башенку церковная здесь я нарисую такой навес вот и башню я теперь автоматически поднимаю так как вот это у нас немножко поднялось так вот она у меня настолько поднимется че и получше подняла то есть она будет по высоте такая вот здесь вы можете еще добавить тротуар чека то есть тут большая такая линия вот здесь увести так теперь разберемся немножко с этой частью видите да я работаю сразу с правой с левой стороной здесь у нас очень красивое такое дерево вот я его обозначаю вот таким контуром вот и заднего у нас еще пойдет какое-то еще одно здание его прорисовывать не будем но она нам раздадим пару таких направляющих можем из-за дерева это вот посмотреть очень интересный крыши такая красивая пускай она там где-то будет находиться вот трамвайные пути таки дать легкое такое направление в принципе на этом я бы остановилась в карандашном рисунке можете проверить отойти от работы немножко посмотреть как с композиции я не могу этого сделать оставляю как есть я начинаю с с обводки нашей работы так я беру алинир он водостойкий это в дальнейшем если вы используете акварель или маркеры или еще какую-то другую технику вам бы не хотелось чтобы ваша работа расплылась там или еще как-то деформировался мы оставим я нарисую в линиях поэтому мне оставлю работу так итак я начинаю с более толстого мне еще 005 я дальше детали и окна нарисую уже 005 начинаю с 01 можно еще побольше немножко взять если у вас нету 01 например 02 я предпочитаю 01 01 это толщина 0 25 миллиметров и так я начинаю опять с нашего фасада то есть я уже уменьшаю работу смотрю то есть я провела одну линию чтобы это не было скучно всегда сразу добавляя вторую дальше опускаю так вот здесь можно не совсем прям ровно делать вниз но мы обязательно подчеркиваем из тоже дверь дверь вот она темновато но мы можем предположить да что она там красивая не просто такое прямоугольный какой то то есть у нее есть какие-то разграничения ручка там дополнительные толщине то есть вот дорисовываем можем даже дорисовать да то есть это какой-то кафе рисовать кафе у нас обязательно какие-то вывески будут так дальше поднимаемся на второй этаж смотрим что у нас тут тут у нас здесь можем на переднем плане обязательно разобрать наш красивую какой-то часть вот например нарисовать как-то так и окошко не забываем опять же утолщаем чтобы у нас глубина получилась на у нашего окна и дальше разбиваем так окошко разбили можем сразу взять потоньше линер и немножко штрихануть здесь так утолщаем опять с этой части добавляем вот тут уже трубы восточные вот опустили здесь можно добавить еще на переднем плане фонарь заиграет так так смотрим как он расположен верхушечку провели 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 видим то что он выше дома и примерно так здесь у нас тоже будет труба вот и дальше уже до делаем работу так обводим окна так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, смотрим дальше... Так, тень у нас... Если посмотреть по вот этому месту, да, то есть вот отсюда... Утемняем... Так, вот здесь еще дадим такую тенюшечку... Вот, и разобьем на такие... Я взяла потоньше линер уже... Так вот, разбиваем... Ты можешь на другую сторону... Так... 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 Добавим старины... Вот, сделаем... Такой вот... Кирпичный кладчик, как будто у нас... Я очень люблю такие детали добавлять... Потому что если мы весь дом сделаем... Вот, из кирпичной такой кладочки... Будет, наверное, как-то перебор... Я всем рекомендую этого не делать... А вот несколько деталей показать, да, что это все-таки присутствует... Есть такая часть... Тем более, когда вы рисуете графику... Ну, такой... Графика разная бывает... Есть, которая... Многими неделями рисуется... Есть более такая... Скетчевая... Это все-таки архитектурный такой скетчинг... Чтобы быстро показать свою мысль... Так... 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 05 очень удобно делать какой-то такие мелкие штриховочки для тех кто может не знает так дальше смотрим на работу это мне нравится немножко кривенько ушла так здесь добавляем сейчас мы обогащаем нашу работу дальше смотрим разберем вот эту часть аккуратно так начинаю сверху то есть мы смотрим подняли как такой прямоугольничек будет уходящий перспектива от нарисовали дальше подняли повыше такая штучка получилась стиля здесь у нас тоже такое скругление пойдет а вот а вот а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А я хочу нарисовать вот тут еще деревья... И смотрим... Дальше вот немножко разворачивается, как у нас еще... Домики... Мы их особо на фотографии не видим, да, как они... Что там... Ну, намечаем... Разбиваем... Вот... И дальше опять нарисовываем деревья... Там где-то еще... Виднеется еще одна церковь... Можно купол так нарисовать... Так... И дальше... Уводим... Сводим на нет... Тут тоже два этажа... Примерно разбиваем... Уже не сдаваясь деталям... Дорисовываем... Эти части... Так... Тут... Тут... У Sinn... Я люблю... Тут... Тут... Дорислый... Субтитры сделал DimaTorzok Смотрим на самые темные части Мы уже определили, что у нас с этой стороны как бы темнее Хотя в пасмурный день непонятно ли тень Но по падающей тени от этого места мы поняли, что у нас с этой стороны будет темнее Затемняем в основном левую сторону Вот окошечки Затемняем кверху Можете вот под углом вот таким штриховать И на нету вводим То есть начинаем в тихо вводить, а нету вводим Где-то вот эти вдали совсем вот так Так, смотрим Так, не забываем про бордюрчик Утолщаем его Я прямо так прохожусь Немножко, добавляя темноты Так, добавили еще пару линий нашего трамвая Здесь у нас еще пешеходный переход Так, теперь разберемся с деревом Я все-таки возьму немножко потолще Линер опять 0,1 И приступим к дереву То есть, как я работаю с деревом Я делаю, стараюсь более вот делать так подвижно линер Чтобы оно получилось такое структурное Надо не сильно нажимать, расслабить руку И постараться вот С деревом вот так справиться Чемнем Так, и сам ствол дерева Можем тут еще пару Ввести Тоже Так вот затолстим Так, здесь у нас Какой-то еще заборчик идет Можно дать так направляющая Так, здесь у нас Так, здесь у нас Итак, вот в принципе у нас уже наш скетч получился Мне очень хочется теперь убрать вот эти все линии Дополнительные, которые мы рисовали сами карандашом Расстраивали Вот Если у вас есть под руком клячка Я советую вам всегда работать клячкой Она не травмирует бумагу У меня, к сожалению, у меня, к сожалению, все клячки исчезли Так, теперь я еще пройдусь немножко, заштрихую темные места Они мне не дают покоя Так, деликатненько Так, деликатненько Так... так можно добавить еще проводов у нас такая часть старайтесь делать более тонким линиям чтобы они себе внимание слишком много не привлекали у нас а 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 если у вас есть еще тоньше линер какой-нибудь я бы посоветовала сделать такие дополнительные детали на переднем плане утолстить даже можно было бы взять какой-нибудь брашпен и утолстить прям какие-то вот на переднем плане вот места то есть вот это вот окошко вот подчеркнуть низ вот это место чтобы оно такое не висело в воздухе этот наш фонарь тут я уже прям вдавливаю Продолжение следует... 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 можете даже чуть-чуть желтенького дать это не обязательно это уже приходит в процессе работы хочется чего-то добавить еще еще кажется что работа работа хочется еще вытянуть вот тут самое главное не приборщить очень часто хочется всего и сразу добавить так мягкими карандашами добавляете немножко акцентика а а а а а а а а а совсем слегка и это делаешь так ненавязчиво как бы вроде бы не хотелось но рядом лежал желтый карандаш очень даже красиво такого нежного оттенка вот можем добавить еще какие-то еще детали до бесконечности их правда можно добавлять поэтому советую вам остановиться иначе работе уже потеряется легкость итак мы нарисовали улочку москвы на китай городе будете там гулять когда-нибудь обязательно обратите внимание на это место вот творческих вам успехов рисуйте наслаждайтесь своими работами своими архитектурными скетчами до новых встреч